Ну, Сергей Витальевич, вот вы, наверное, уже сталкивались с детьми, разговаривали. Народ-то готов? У меня пять домов, они даже сами... Ну, это прекрасно, если у тебя уже пять домов есть, я сомневался, что мы не наберем желающих. Конечно, это пока... Они сказали, как до сбора дойдет, может быть, проблемы могут быть. Нет, люди, потому что сами... В Сибирск они сразу прибежали, первые же сразу. Ну, это довольно-таки активный город, действительно. К минимуму, 40, там сейчас люди... Октябрьская у нас там, у нас пока нормально все. Мы сейчас пока ориентируемся на те дворы, где у нас совсем плохо. Где совсем плохо. Поэтому хотя бы мы вышли пока вот... Ну, в принципе, Владимир Витальевич, расстраиваться не надо, за пять лет, я думаю, мы, если такие дворы, мы все дворы пройдем. Конечно, до 23-го года, там, это самое... У нас там... Мы вот за 15 миллионов, фактически, основные, большие территории, все ведь прошли. У нас осталась Львиса База, там, наверное, будет очень тяжело сбор, не знаю. Мы поэтому сразу как бы их и отложили. На завод остался. Мы бы думали, если бесплатно будет в этом году, вот эти два микрорайона пойдем вести, как раньше. Ну, раз тут долевое участие, если народ там не созреет, ну, может быть, созреет. В этих домах вот люди как бы созрели. По заводу, может быть, и люди готовы. Поэтому нам необходимо сейчас срочно определить стоимость квадратного метра, чтобы каждый дом посчитал, сколько стоит, в том числе, сколько из них доли населения. Я думаю, бюджетной доли проблемы не будет. Там мы все равно примем решение поселковое, поселковое ли то, что предусмотрено. У нас ведь на благоустройстве не предусмотрено ничего, да? В району бюджетной не рубля нет. Это поселение все. Скорее, передвижку из дорожного фонда. Или из дорожного передвинем. У нас еще было жилье. Мы как собственники жилья, скорее всего. Да, мы тут двусторон должны как собственники. Мы уже выходили на людей, и сразу людям уже обговаривали. Ну, Сергей, вы какой-нибудь дом посчитали? Сколько на Сибирь угрыгается? Убрали в регионную площадь. Ну, вот на Кашово-4, там выходит в среднем около двух тысяч с квартиры. Люди согласились. На Сибирской выходит там в пределах тысяча четыреста с квартирой. Ты только дороги посчитал, да? Да, асфальты. Малые формы. Потому что люди пока... Нам бы хотя бы сделать и асфальт. Нет, есть минимальный перечень, который... Понятно, понятно. Мы хотя бы одну скамейку и одну лампочку на двор надо поставить. Ну, вот, это пол снимать. Если 20 с чем-то, там будет на 100 рублей добавиться, как говорится. Да, да, да. Вот Калинина 40, там они сразу сказали. Там освещение, в принципе, есть. Скамейки тоже добрые. Ну, вот на ужин там хотя бы. Ну, бог с ним там, я говорю. Урны, я не знаю, их ставить. Я их боюсь ставить. Туда поставишь, так весь мусор туда, наверное, из квартир перекочует. Ну, людей просят тоже. Просят люди. Ну, если просят, надо идти минимальные требования, конечно, мы, наверное, должны выполнить. Ну, вот, вы говорите, одна скамейка, одна урна. Четыре подъезда. Ну, что такое это на четырехподъездный дом? Это надо минимум восемь скамейек. Ну, хоть четыре уж, скажи. Ну, хотя бы четыре. Ну, всегда обычно ставим по две. Ну, если и вложимся, ничего страшного. Я думаю, мы золотые скамейки не будем покупать. Попроще найдем, наверное. Ну, у нас вот себестоимость выходит самим делать. Это дело тысячи рублей. Одно. Да. Материал, сама работа. Тоже вариант это оценить и показать, как трудовую часть ее это, наверное, изможно будет. Там ведь деньги должны быть. Нет, почему? Торговать будет, это тоже. Если мы это с Митей покажем и как трудовую часть ее покажем жильцов, я думаю, ничего страшного нет. Там ведь трудовую часть ее допускается в принципе. Это и один из критериев, потому что они должны выбрать формулу зафинансирование. То есть, либо это денежное средство, либо трудовое участие. Но трудовую часть ее, оно... Ну, там много не наработаешь. Ну, да, часов они берутся по минимальным там расценкам и... Ну, и асфальт ложить любого не положишь. Все равно там, он застынет, пока мы перекурами и будем ложить. Пока людей собирают. Поэтому... Да, людей не собрать, потому что... Ну, что пенсионерам будет? Пенсионеры ничего не сделают. А молодежь у нас на это дело не поднимешь никогда. Ну, это не везде подойдет, как я... Я говорю, как... Поэтому надо сейчас... У нас на сайте это размещено уже было, нет? Сегодня мы разместили. В газете пока ничего не давали. Только объявление было, что вот это проект. И сейчас обсуждение. Давайте вкратце. На той неделе было. Давай мы поговорим. В общем, в газете «Вперед» информация уже размещена, что у нас на сайте размещено. Немножко неправильно подход ведем. Говорим, что дворовые территории. Дворовые территории на 2017 год подразумеваются только. С 2018 по 2022 год это дворовые территории плюс общественные места. По одному месту. Да, именно. Так вот, одно из приоритетных программ это общественное обсуждение на сайте. Наверное, которое выложено уже на сайте, но, конечно, не так хорошо, как бы хотелось. И вот людей надо привлекать к этому голосованию. Что хотят увидеть они в поселке Близино в ближайшие годы. Голосование. Тут, наверное, нам Алексей Анатольевич хорошую помощь окажет. Да, выложил сегодня уже. На основании этого будут выбираться те программы, те районы, ну, те площадки, где хотелось бы людям облогу устроить. Ну, дворовые там вопросов нет, так быть. Ну, по общим местам нам надо бы все-таки определиться вот на этой комиссии и нужно его направить. Потому что каждый будет стянуть одеяло на себя. Это будет каждый тянуть, каждый микрорайон. Нам надо, там год не более одного мы все равно сделаем общественно значимых. Наверное, начинать надо все равно, мое мнение, вот центральной части, около памятников, около этих, привлечь туда же магнит. Ну, понятно, в общем, да. И вот этот участок хоть порядок привести. В этой программе сарапульские работали, работали... Ну, вы на Сарапу не замахли. Ну, я понял, я понял. Какая у них процедура. То есть, они на обсуждение все это выкинули. Люди много всего прислали, отобрали 16 проектов. То есть, жаловались и на уплату, и на воду, что-то там. В общем, все жалобы шли туда. Но конкретные программы тоже были. И фотографии, говорит, присылали людей. И места, где хотели бы они увидеть. Продолжить. Хотели бы увидеть. И в итоге, из всего многообразия вот этих вот заявлений, выбрали они 16 программ, по которым... Проектов. Проектов, которые они предоставили уже. Которые бы хотели увидеть. Почему бы у нас тоже не выкинуть это все на обсуждение. И пусть люди тоже обсуждают. Как одной из... Одной из приоритетных программ могу предложить. Начиная от... От вокзала по улице Советской до реки Чупцы провести аллею. Плюс, 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 плюс. Может быть, конечно, это большой год замах. Но еще обустроить набережную. Чтобы люди на реку ходили. Ну и... Как бы... Мест встречи были. Это место пляжей? Ну, это как один из проектов. Это вообще хорошо будет. Хорошо, да, предложение. Это советский как аллея Гурища, я не понял. И вот мы всегда все ведь боремся, что у нас низкий уровень воды. Так ведь? Низкий уровень воды. И вот, может быть, вот эта вот программа пройдет. Посмотрите. На что? Вот люди вот... На что, деревьев или нет? Нет. Такую вот дамбу строят. И повышают уровень. И как бы вот аллея... Уровень чего? Уровень Чипцы. Что, у тебя 600 миллионов есть? Или как минимум 250? Ну, как предложение... Это как проект, просто для обсуждения. Зачем мы эту самую Луну летать, когда мы туда не попадем? Сейчас, скажите, это чтобы обсуждение людей затянуть для обсуждения. Ну, предлагать надо тоже варианты такие, что они хоть были маленько совместимы. Со средствами, Николай Иванович, он уже предлагал по советскому строить советскую до реки Чипцы и береговую. Как обсуждение? У нас... Вот это обсуждение нам направили. Я бы назвал вот памятник. Да, действительно, памятник может быть на один год. Ну, вот это в общий комплекс. Второй, это самый до улицы, до реки. Третий, это можно пляж. И четвертый у нас районного домов культуры. Вот этот пустырь все равно во что-то превратить надо. Вот если эти четыре площадки за эти четыре года, или пять, мы если сможем сделать... Есть еще благоустройство парковой зоны, около больницы вот это все обусловлено. Да, вот еще у нас есть больная точка. А вот предложение еще прислали возле церкви. Это как сказано. Что за пустырь, тоже как-то обустроить надо. Вот ведь тоже люди присылают. Присылают, но я говорю, нам присылать будут много. Каждый будет свой микрорайон защитять. Каждый будет. Где-то активно найдется. Вот Алексей возьмет, где ты живешь, Алексей-то? На стройке. На стройке. Он сейчас поднимет столько народу, что это самое... У нас все обсуждается.